Разных белковых насосов на поверхности одной клетки, огромное количество, но, кажется, под каждое вещество, прохождение которого клетки надо контролировать, надо ставить свой тип белкового насоса. Мы с вами пока назовем только один. С ним мы будем сталкиваться ближе к самому концу наших занятий, когда будем разбираться с тем, что такое нервный импульс, как на самом деле реально работает нервная глядка. Но то, что нервный сигнал, на самом деле это электрическое явление, слышали, наверное, все. Кто может дать определение электрического тока, как он задается физике, что такое электрический ток. Хорошо, я составил направленное движение атомов. Я получил электрический ток? Направленное движение электронов. Хорошо, не только электронов. Заряженный. Для нас с вами привычнее, конечно, электронный ток. Но здесь в провода везде течет электронный ток. На самом деле только электроны являются заряженными частицами. Протонные. Очень часто в биологии как раз сквозь мембраны клеток текут протонные токи. А еще какие заряженные частицы? Не электронные, не протонные, а тоже частицы заряженные. А если атом потерял электрон или приобрел новый электрон? Да. Дионный. Так вот, для нервного импульса, для работы ваших мышц и так далее, для многих событий внутри клеток, важнейшую роль играет как раз и дионный ток. Направленное движение потопа дионов. И ключевую роль в регуляции этого процесса играет белок-насос, который называется калий. Натривая АТФ-аза. Про вещество под названием АТФ мы с вами отдельно будем говорить. Занятие вещества играющего очень важную роль у всех совершенной, начиная от морковки, окончая человеком. Если вы видите у названия какого-то вещества окончание АЗА, то это фермент. Всем ферментам присваивается название с окончанием АЗА. В результате, как вы видите, название в биохимии для соединений говорящего. АТФ-аза это фермент, который в присутствии АТФ работает с какими ионами? Калия и натрия. С ионом калия и ионом натрия. Так вот, если выделить вот здесь энергию, если клетка затратила энергию, то калий-натриевая АТФ-аза выбросит из клетки, чтобы не соврать, два иона натрия. А на обратном ходе, принимая свое нормальное положение, затащит в клетку три иона калия. То есть, вовсе не обязательно бывает одноходовой насос. Вот это одноходовой насос. Поймал здесь, перетащил сюда. Обратно возвращается, никого не прихватит. А бывают двухходовые насосы. Здесь поймал, протащил сюда. Здесь сбросил то, что принес, зато присоединил другой материал и вытащил его отсюда. Вот калий-натриевая АТФ-аза выбросов. Еще раз говорю, фермент, играющий ключевую роль в формировании нервного импульса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!